Дорогие друзья, добрый вечер. Это Владимир Семенов, директор библиотеки искусства Долюбова. Мы очень рады вас приветствовать на нашем новом цикле, который мы начали, цикл исторический. Мы очень рады, да, много знакомых лиц, кто ходит на музыкальные и литературные мероприятия. Мы решили, что очень интересно будет дополнить деятельность нашей библиотеки. Я буду уникальным историческим циклом, который будет читать раз в две недели. Наш коллега Владимир Дворников, он является ученым-секретарем библиотеки искусствования Боголюбова и сейчас вместе с нами занимается подготовкой мероприятия к 100-летнему юбилею Алексея Боголюбова, который мы отмечаем в следующем году. Также этот проект мы делаем совместно с Центром Русской философии, истории и культуры имени Николая Пердяева, где Владимир Евгеньевич тоже является лице-президентом. Ну а, например, я хочу сказать, что профессор высшей школы экономики, доцент Московского государственного университета спорта и туризма, историк, общественный деятель, политик. И мне кажется, что сегодня для... ну вообще не только для нашей библиотеки, но вообще мне кажется, что сегодня этот цикл, который мы будем записывать на видео и выкладывать в интернет, его можно потом будет посмотреть в свободном доступе и на YouTube-канале библиотеки, и на YouTube-канале нашего литературного портала Библиот ТВ. Мне кажется, что такой цикл сегодня очень интересен и важен, потому что мы все время говорим о поиске национальной идеи, нашей российской истории, и лишний раз вот просто, ну, проставить какие-то акценты, мне кажется, очень важно. И, ну, для нас большая честь, мне кажется, ну просто, что сегодня поприветствовать вот начало такого цикла к нам приехал очень дорогой для нас гость, это руководитель Московского городского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы Степан Владимирович Орлов. Спасибо, Владимир Владимирович, что наше приветствие не произведение самой лекции. Друзья мои, спасибо, что вы пришли в эту прекрасную, дивную библиотеку, один из замечательных центров просвещения культуры и искусства в нашем городе. Спасибо, что вы интересуетесь историей России. Россия – историческая страна, для нас история играет особенную роль, история – это фундамент нашей цивилизации, нашей культуры, но для нас история – это не только артефакты в музеях, это не только книги, библиотеки, хотя важнее книги, наверное, человечество ничего не придумало, но для нас история – это и отправная точка в нашем развитии, в будущее. И история – это мощный фактор нашего роста и экономического, и культурного. Я очень благодарен победителям искусства Неблаголюбова за то, что начинается такой цикл лекций. Владимир Владимирович не только доцент Гусита, не только профессор в школе экономики. Я Владимир Евгеньевич. Владимир Владимирович сказал. Много Владимирова – это хорошо, это хорошее имя. Владимир Евгеньевич – еще и член Совета Московского отделения Российского исторического общества, и, безусловно, блестящий историк, политолог, и мне кажется, что его лекции будут очень интересны, и тем зрителям, которые дошли время для того, чтобы прийти в Голубую гостиницу, приезжать к искусству Неблаголюбова, и для всех любителей истории, которые смогут потом посмотреть эти видео-уроки, видео-лекции в сети интернет. Владимир Владимирович, добрый путь! Спасибо! Дорогие друзья, очень рад вас приветствовать сегодня в этом замечательном зале Голубая гостиная библиотеки искусств Неблаголюбова. Я хотел, конечно, тоже рассказать что-нибудь важное про историю, но мои коллеги меня опередили. Я вам скажу честно, для меня большая честь выступать в этом замечательном доме, в этом замечательном зале. Дело в том, что Владимир Семенов действительно один из уникальных деятелей московского библиотечного движения, скажем так. Он возглавляет сразу две библиотеки, и вторая библиотека это библиотека русской философии имени Лосева. Мы отмечаем в этом году его 130-летие, и, соответственно, как бы это большая ответственность очень для нас, научных сотрудников библиотек, где Семенов является директором. Мы стараемся соответствовать тому, чтобы выдавать на гора и научные продукции тоже, а не только музыкальные и художественные вечера. Это первое. Второе. Вот выступал Степан Владимирович Орлов. Я, конечно, очень благодарен за то, что он пришел. И скажу честно, что для меня это большая честь, потому что Степан Владимирович Орлов является заведующим кафедрой на Московском, кафедрой исторического факультета Московского государственного университета. А для любого человека, который заканчивал Московский университет, тем более исторический факультет, как я, это, конечно, огромный авторитет. Поэтому, Степан Владимирович, большое спасибо, что вы прибыли. Обращаю внимание, что вы, как официальные руководители в костюмах, в галстуках, настоящие историки, они вот так вот выглядят, они сидят, соответственно, в библиотечной пыли, как бы, да, и вот они вот так вот роются в документах каких-то. Значит, я не буду сообщать вам никаких, к сожалению, особых новых фактов. Русскую историю уже немного раз написали и Татищев, и Карамзин, и Квильчевский, и Славьев, и многие другие известнейшие историки. Но, тем не менее, я постараюсь, чтобы во время моих лекций были какие-то разные точки зрения на исторические события, чтобы вы могли сами потом выбрать ту, которая для вас более симпатична. Хотя, конечно, естественно, есть точки зрения, которые придерживаются максимального количества историков. Теперь последняя ремарка о том, что такое история. Вы знаете, что история возникает фактически одновременно с появлением письменности. И фактически мы знаем, что первыми людьми, которые изобрели историю, это были древние греки. Уж так пошло, что в Греции все есть. И, соответственно, древнегреческий историк Геродот, который фактически первая известная нам академическая личность, создававшая исторические труды, он никак не мог определиться, что такое история. Наука или это муза. Муза Клио, которая, соответственно, соотносится с музой театра, музой живописи, музой музыки. И так до сих пор и непонятно, что такое история. Это наука или это все-таки некое литературное творчество, обращенное в прошлое. Очевидно, что без истории человеческое общество и сообщество людей не может себя осознавать. Мы просто не будем знать, кто мы такие. Хотя иногда хочется, чтобы, может быть, истории бы не было, тогда бы мы бы не знали, допустим, что этот народ обиделся за тот народ, за тот, а тот, а тот, а тот и так далее. Но, тем не менее, без исторической памяти мы не существуем ни как личности, ни как общества. И мне хочется, чтобы в результате цикла моих лекций мы проследили бы историю нашего российского народа от момента, скажем так, зарождения его корней до настоящего момента, до реформ Петра Первого. Потом, может быть, мы и дальше пройдем, если это будет интересно. Первая лекция у нас, соответственно, посвящена теме происхождение славян и происхождение русской государственности для нерусской государственности и предпосылок к крещению Руси. Что нужно сказать? Естественно, что, безусловно, всех национальных историков интересует вопрос, откуда происходят народы, которые создали те или иные государства. Есть такая вообще позиция, что национальной историей не должен заниматься историк той страны, который в ней родился и живет. Потому что историк, допустим, России, если он россиянин, если он русский человек, он, конечно, будет всегда приукрашивать деяния своих предков, а, соответственно, всех ее врагов очернять. И я, будучи молодым историком, придерживался похожей точки зрения, считал, что история должна быть объективным. И, соответственно, моя начальная специальность, которую я получил на историческом факультете, это история Франции. Я считал, что раз я живу в России, а занимаюсь историей Франции, я способен буду объективно посмотреть на исторические процессы, не связанные никаким образом с тем, что было в моей семье, в семьях моих друзей во время революции 1917 года, во время Великой Отечественной войны, во время крестьянской реформы и так далее, в глубины веков, насколько мы можем иметь свою историческую память. Сейчас я считаю, что это неправильно. Естественно, что историк вполне может заниматься историей своей страны, просто он должен иметь достаточно опыта, чтобы отделять то, что называется зерна от плевел. Вот, собственно говоря, я в своих лекциях попробую отделить эти самые зерна от плевел и постараюсь сделать это максимально познавательно и интересно для вас. Естественно, что все мы знаем такие большие этнические общности, как славяне, тюрки, финно-угры, из которых германцы, викинги, из которых состоит по многому населяющий, скажем так, сегодня нашу страну различный национальный субстрат. Все они в той или иной степени отметились в истории географических пределах нашего российского государства. Однако традиционно считается все-таки, что основным в создании древнерусского государства был народ славяне, который впоследствии разделился на три ветви восточных славян, белорусы, украинцы и, собственно говоря, русские. И в результате историки все время спрашивают, откуда взялись славяне. Это вопрос непраздный, потому что почему-то так получается, что в отличие от тюрков или даже от германцев, не всегда можно достаточно просто и легко отследить, собственно говоря, происхождение наших с вами предков. Так вот, скажем так, вводная часть моей лекции будет посвящена трем наукам, которые позволяют нам, историкам, сегодня исследовать прошлое там, где нету так называемых основных источников, источников письменных. Этих наук их три. Первая наука — это археология, вторая наука — это лингвистика и третья наука, которая недавно присоединилась к историкам в качестве обязательного и очень полезного помощника. Это продажная девка империализма, я извиняюсь, по квалификации товарища Сталина — генетика. Без нее, соответственно, никак мы тоже сегодня не можем уже обойтись. И ученые умудряются находить генетические данные ДНК в костях древних людей, которым уже несколько миллионов лет. Это огромное подспорье в формировании понимания истории человечества вообще как рода, заселяющего нашу планету. Скажем так, что вот про славянский период, о котором мы начнем сегодня говорить, конечно же, не может быть описано никакими письменными источниками. И основными в этой ситуации являются источники археологические и генетические. Я хочу сказать о том, что первой культурой общей, которая находилась на территории Центральной и Восточной Европы, к которой мы можем отнести наших общих предков, это так называемая культура боевых топоров. Она называется также еще и более мирное название имеет культуру шнуровой керамики. Она существовала примерно в третьем-втором тысячелетии до нашей эры на территории Центральной и Восточной Европы. И носители этой культуры занимались в времена эпохи бронзового века земледелием, скотоводством, производили бронзовое орудие труда. Но в качестве оружия, которое они пользовались в боях и во время охоты, они использовали прекрасно отшлифованные каменные топоры, которые захоранивались часто вместе с их владельцами. И поэтому такое боевое название этой культуры — культура боевых топоров. Вот если сейчас слайд есть на экране, это, собственно говоря, находки той самой культуры шнуровой культуры или культуры боевых топоров. Вы видите, что ее особенность в том, что у нее очень характерный узор, который идет поверху или вдоль сосудов, это в основном именно такая вот шнуровая, шнуровой орнамент и, собственно, сами топоры, которые показаны в разрез, как бы, да, и вид сверху и снизу. Это вот та культура, которая занимала огромную площадь современной Европы, в том числе и европейской территории России. И, как бы, вот именно она представляла из себя единую археологическую культуру. А понятно, что археологическая культура — это культура, которая обладает общими чертами на определенном географическом ареале. И ясно, что у нее есть свои границы. В какой-то момент наступают зоны, где культура смешивается, и потом наступает какая-то другая зона, где культура совершенно иная. Так вот, лингвистика пока нам тоже не очень помогает в исследованиях в столь давние времена. Но мы понимаем, что сейчас подключается генетика. И, соответственно, с точки зрения генетики, мы можем сегодня сделать очень важный вывод, что носителями этой культуры были так называемые балтославянские племена, то есть предки народов нынешней Прибалтики и, соответственно, нынешних славянских народов. И были они носителями европейской главной группы, которая называется R1A, которая также была распространена дальше на восток от Киевской Руси в степь и шла вплоть до Ирана, где были протоарийские народы, населявшие его. И интереснейшее исследование генетиков показывает, что сегодня среди населения России носителями галлогруппы R1A являются 44% населения. Причем они имеют общее количество населения, не только русские. Среди русских 46%, украинцев 44%, а среди белорусов 51%. Генетика позволяет нам сделать вывод, что все эти люди являются прямыми потомками тех самых создателей шнуровой керамики или боевых топоров, которые жили на этих землях 4-5 тысяч лет назад до нас. То есть мы можем понимать, что несмотря на огромную эмиграцию народов, которая проходила в течение всех этих тысячелетий, первого тысячелетия нашей эры, когда огромное количество кочевых орд приходило с востока, мимо нас проходили дальше на запад, все равно корень нашей галлогруппы оставался здесь. Выживало в этих вот наших бесконечных болотах, лесах, реках и в общем получается, что половина населения наших стран, России, Украины и Белоруссии, они в общем относятся напрямую к тем людям, которые жили здесь 5 тысяч лет назад. И это как раз достижение генетики. Но еще есть интереснейший факт о том, что если мы возьмем также генетический анализ поворских татар, живущих сегодня в Казани и в ее окрестностях, то они имеют, среди них имеют галлогруппу Р1А не менее одной трети, потому что они тоже являются потомками фатьяновской культуры, которая входила в состав шнуровой культуры. И здесь, если мы вспомним поговорку о том, что поскреби любого русского, найдешь татарина, можем сказать и наоборот, что поскреби любого татарина, найдешь, извини за движение, русского. Ну по крайней мере на одну треть наши галлогруппы полностью совпадают. Ну дальше просто один маленький интересный факт, что примерно на рубеже 2-го, 1-го тысячелетия до нашей эры появляется некая загадочная поморская культура захоронения в лицевых урнах. Я не стал делать ее фотографии здесь, но она отличалась тем, что захоранивали прах покойников в сосудах, на которых были нарисованы лица, вылеплены лица. Прямо на кувшинах, на керамике. И почему это заинтересовало историков? Потому что единственный случай, где встречались такие захоронения в лицевых урнах до этого, это были захоронения в Трое. Да, в Греческом, в Трое в Малой Азии, которые, собственно, как мы знаем, у Гомера штурмовали войска Агамемновна, где погиб Ахилл. И народ, который захоронивался таким образом, назывался Энеты. После разгрома Трое этот народ, по-видимому, мигрировал. И в следующий раз уже под названием Венедов они появляются, опять-таки с теми же самыми лицевой керамикой, они появляются в Северной Италии. И в столице какой город был у этих Венедов? Венеция. Дальше они почему-то путешествуют еще на север и приходят на Дунай, где строят тоже в опорный пункт крепость, создают какое-то, может быть, даже протогосударство. До сих пор город крепость существует и называется он Вена. Еще дальше они поднимают, соответственно, на север выходят к Балтийскому морю и там обнаруживают, что находят интереснейший, совершенно уникальный минерал, которого больше нет нигде в мире, который называется янтарь. И вот на рубеже как раз первого тысячелетия, второго первого тысячелетия, из поморских вот этих вот балтийских племен, образуется янтарный путь в Северную Италию, к грекам и в итальянские племена и дальше, соответственно, в Египет и в другие цивилизации Средиземноморья, по которому янтарь поступает постоянно в качестве украшений в регион Средиземноморья. И тоже, в общем, эти народы потом смешались, соответственно, со славянами, что тоже подтверждается генетически. Просто я бы показываю, каким образом мигрировали тогда народы, насколько это было, в общем, неожиданно. Да, вот представьте себе, что народы из строя оказались на берегу Балтийского моря. Постепенно вот эти вот народы, поморственные культуры смешиваются с балтославянским субстратом, и у них возникают некие такие общие отличия. В течение тысячи лет они как-то там варятся в своем соку, развиваются потихонечку, и в первом веке нашей эры вот эти вот самые Венеды, наши, так сказать, предки полуславяне, скажем так, смешиваются с, встречаются с первой большой миграцией с Востока. Это племя сарматов. Сарматы — это было очень сильное, скажем так, энергичное племя, которое подчиняет себе живущих вот в районе Дуная, Венедов, и, соответственно, в первом веке как раз вот об этих самых Венедах римский историк Корнелли Тацит уже пишет впервые как о славянах, а при императоре Нероне, римской империи, которая вступает в период своего расцвета, вспоминает о том, что раньше был какой-то вот этот вот янтарный путь и требует восстановить, соответственно, поставку янтаря и снова в первом веке, значит, наша эра, снова из Поморья, значит, из Балтики, начинается также через Вену, через Венецию поставляться снова янтарь в Римскую империю, и янтарь активнейшим образом используется в украшениях римских женщин, значит, и даже в римских зданиях того времени. То есть вот это вот как бы, скажем так, ну, ничто не пропадает бесследно. Постепенно, значит, происходит формирование уже первой, собственно, славянской культуры, которую признаются славянскими, ну, в общем, все современные исследователи. Культура называется киевской и формируется во втором-пятом веках нашей эры, занимает она пространство от Днепра на востоке до Дуная на западе, и там, в общем, ну, как бы впервые начинают оформляться какие-то такие общие для славян черты, про которых мы чуть попозже скажем, значит, но эта киевская культура активно развивается, она как происходит с ней в третьем веке страшное событие. В связи с тем, что наступает период так называемого климатического оптима, сейчас я, вот он, у меня есть, здесь, к сожалению, древние времена не показаны, вот то, что селененькое, да, это вот, я вам потом объясню, что это такое. В это время Земля разогревается, и вот конец, скажем так, Римской империи, то есть, 4-й, 5-й век, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, вплоть до 1400-го года, это был период так называемого средневекового климатического оптима, то есть, когда, значит, наши экологи это могут подтвердить, температура была в среднем на полтора градуса выше, чем, соответственно, температура даже у нас сейчас, ну, или, по крайней мере, похоже. Сейчас уже у нас пошли некоторые рекорды, скажем так, да, но вот в конце 20-го века температура была холоднее, чем, допустим, там, в 1100 году. Это спровоцировало развитие очень быстрое народов, которые жили вокруг Балтийского моря. В первую очередь народов, которые раньше, ну, притебывали в таком состоянии полулитургическом, это народ, населявшие Норвегию, Швецию, Данию, то есть, те самые народы, которые потом стали викингами, скандинавы, которые вскоре начнут свою экспансию. И вот первым предметом, таким примером, такой экспансии, значит, со стороны Балтийского моря и Споморья приходит народ готов. Готы были народ полукочевой, это были суровые воины, и они на 200 лет, фактически, устанавливали в Центральной Европе свою такую военную диктатуру. Мы знаем по, так сказать, археологическим памятникам, что готы создают черняковскую археологическую культуру, которая вытесняет киевскую культуру, то есть ее носителей все дальше на север и северо-восток, таким образом славяне оттесняются снова в, скажем так, в лесную зону Восточной Европы. А готами правит проживший, это документально доказано, 100 лет король Германарих, который, значит, очень успешно правила своей державой, ну, случайно, в общем, на Перу там был ранен своими родственниками, которые ему отомстили за нарушение, скажем так, некого наследственного права за свою родственницу. Уже раненый король, там, в возрасте 90 лет проигрывает в 376 году битву новым кочевникам, пришедшим с востока, это, соответственно, гунны. И гунны выбивают готов с их осиженных мест на границах Римской империи северных, и готы начинают, соответственно, судорожно мигрировать на запад и останавливаются только в Испании. Ну, а под дороги, как мы знаем, готы разорили и захватили Рим. И, собственно говоря, так впервые пала, скажем так, Римская империя. Но для славян освобождение от власти готов было очень, скажем так, выгодно и полезно, потому что в это время оттесненные, скажем так, от центра Европы, они оказываются в районе Днепра и начинают жить в симбиозе с водой, симбиозе с лесом. И, собственно, формируются те качества будущего русского народа, которые позволили нам выжить, скажем, достаточно в суровых таких северных местах. Именно в это время у русских появляются не только землянки, но и у древнерусских, скажем так, у древнеславянских еще народов. Не только землянки, но и уже первые деревянные дома, в которых, опять-таки, впервые укладывается настоящая каменная печь, называемая каменкой. Конечно, у нее еще не было трубы, но, тем не менее, это было настоящее, скажем так, произведение каменного искусства. И эта печь позволяла все дальше и дальше на север, учитывая то, что климат был достаточно мягким, продвигаться этим самым славянским народом, уходя в те места, где не было ни кочевников, ни гуннов, ни готов, уходя, так скажем, от своих врагов. И вторым технологически важным моментом, который в том числе во времена готского владычества славяне получают, это то, что славяне обучаются возделывать рожь. До этого рожь не считалась, скажем так, ценным злаком, и все сосредоточивалось вокруг Средиземноморья, где производилось, соответственно, наибольшее количество пшеницы и чменя. А они в этой зоне климатической, вот уже, скажем так, северной и восточной Европы не возревали. И славяне, научившись, соответственно, жить в условиях севера, получив знания о печах, соответственно, получив знания о крепких домах и научившись возделывать рожь, ну, получают, скажем так, экономическую независимость. То есть они получают некий тот, скажем, эксклюзив, которого в то время не было у других народов. И по археологическим, опять-таки, данным, вот в это время, примерно, так сказать, там, и в пятом, шестом, седьмом, восьмом веках рожь возделывали даже в поймах тех рек, которые впадают в Белое море. То есть хватало вегетационного периода на это время. В это время начинается формирование, так называемой, пражской археологической культуры. Считается, что она очень бедная, потому что именно в это время славяне потерпели вот эти, скажем так, превратности от готов и гунов. Но, тем не менее, наличие крепкого жилища и постоянного хорошего питания в виде рожжаных изделий, из которых делали и хлеб, и квас, и так далее, и тому подобное, позволяет им рожать много детей. И это вот, опять-таки, как мы говорим о том, что это случится в Скандинавии, когда будет всплеск рождаемости у викингов. Также в пятом, шестом веке происходит всплеск рождаемости у славян. И славяне очень быстро распространяются снова по всей центральной и восточной Европе. Византийский историк Прокопий Кисарийский пишет о славянах. «Эти племена не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправии, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считаются общим делом. Живут они в жалких хижинах на большом расстоянии друг от друга, и в сене, по большей части, достаточно часто меняют места жительства. А вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирижа они никогда не надевают, а и ныне носят рубашек, ни плащей, и вот только в одних штанах идут в бой и сражаются с врагами. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них не очень белые, но светлые. Образ жизни у них грубый, без всяких удобств. Вечно они покрыты грязью, но по существу они неплохие люди, совсем не злобные». Ну и римские, соответственно, понимают, что таких прекрасных воинов можно формировать свои собственные войска. И император Маврики замечает, что славяне опытны в переправах через реки. Они обладали огромной, ну, потрясающей способностью быстро встроить мосты. И еще уникальное качество, что они умеют дышать под водой, как будто японские самураи. Да, действительно, наши предки, оказывается, срезали специальные камышовые трубки, могли несколько часов проводить незамеченными, значит, рядом с переправами, используя это в качестве, значит, убежища или в качестве, значит, охоты. А также, значит, славяне умудрялись сражаться в тесных, неудобных местах, специально заманивали туда противника, чтобы иметь над ним преимущество. И таким образом, вот эти вот черты, которые историки называют амфибийность, позволили славянам освоить огромные просторы в Восточной Европе, где огромные реки, соответственно, играют очень большую роль, реки и лес, соответственно. Умение жить в поймах и вруслах рек, озер, болот, как бы, да, это вот то, что всегда отличало впоследствии славян. Наш очень известный и великий историк Лев Гумилев, который занимался профессиональным исследованием взаимодействия, значит, великой степи, народов степи и, соответственно, славянских народов, говорил, что Россия, ну, Русь была создана таким образом, в каком мы сейчас ее видим, что, как бы, она не вырезала, как бы, в отличие, там, от испанцев, там, допустим, там, да, или американцев, коренное население, когда занималось продвижением в ту или иную, значит, землю, потому что славяне были люди воды и поднимались вверх или спускались вниз по рекам, обрабатывая вдоль берегов, соответственно, земельные участки. В лесах при этом оставалось финно-горское население, которое занималось охотой и обменивало, соответственно, значит, свои, значит, производственные, скажем так, дары в лице воска, значит, меда и пушнины на еду, которую рыбы давали им славяне. А в степях, соответственно, да, жили кочевники, которые не могли перейти реки, потому что не умели строить мосты и не могли, соответственно, достать их в лесах. Таким образом, вот эти вот три общности, скажем так, да, кочевники, лесные финно-угры и амфибийные славяне, они смогли очень хорошо житься в условиях территории, которая потом станет Киевской Русью. Еще очень важно, Прокобий Кисарийский утверждает, что славяне очень любят свободу, поэтому не очень любят жить большими поселениями и как бы отталкиваются друг от друга, стараясь избегать конфликтов. И в случае несогласия скорее обижаются друг на друга и расходятся в разные стороны, чем воюют. И он делает такой вывод. Таким образом, земли им нужно много. И вот если мы сегодня посмотрим на карту современной России, даже после развала Советского Союза, то найдем прямое подтверждение этих слов Прокобия Кисарийского. Что земли им нужно много. Вот так вот. Ну это такая, как бы, естественно, не историческая ремарка. Дальше уже наступает, скажем так, более-менее цивилизованное время, шестой век, расцвет Византийской империи. И сейчас, когда наш президент обратился к историкам нашей страны с предложением резко как бы увеличить просвещение историческое в школах и в институтах, вы знаете, что со следующего года в обязательном порядке вводится курс истории во всех вузах нашей страны на первом курсе и будет немножко перестраиваться обучение истории в школах. Я думаю, что нам надо пересмотреть еще и некоторые аспекты нашего отношения, скажем так, историков, к нашим соседям. Вы должны понимать, что, конечно, российская история, она была построена великими историками 19 века, которые видели Россию исключительно частью европейского мира и почти не обращали внимания на то, что происходило на Ближнем Востоке, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, скажем так, в Юго-Восточной Азии. А там были величайшие цивилизации, естественно, Гитая, Япония, Индия, Арабский халифат. Но самое главное, что рядом с Россией находились не только европейские государства, которые были в период Древней Руси, но на такие же, в общем-то, ну, феодальные, как и Древняя Русь, там, допустим, Польша, там, Швеция, там, Дания, там, Болгария. Но и находилась, в общем-то, главный центр средневековой Европы и тогдашнего средневекового мира, вторая Римская империя, которая у нас называется Византийская империя по названию города Византии, рядом с которым была построена ее столица Константинополь, которая по русской традиции очень долгое время называлась Царьград. И вот надо понимать, что рассматривать историю восточных славян, а потом историю Древней Руси в отрыве от истории Византии и взаимоотношений с Сандей просто невозможно. В VI веке, значит, византийцы и историки Византийской империи оставляют нам, значит, записи о том, что на территорию современной Венгрии вторгается народ жужений. Это, значит, в нашей историографии они называются аварами. Этот народ, который потерпел поражение, скажем так, от степных народов, населяющих, значит, находящихся рядом с Китаем, мигрировал и мигрировал дальше на запад и пришел к окончанию Великой Степи, которая находилась, соответственно, в районе Венгрии. А там уже в это время, и, соответственно, на Дунае жили славянские племена. И вот эти самые аварцы приносят в Европу новшество, которое, в общем, позволило сделать ее феодальной. Аварцы это были первые степняки, которые научили европейцев пользоваться стременем. То есть, все рыцарство, да, и западноевропейское, и русские дружины все стали возможны потому, что конница из, скажем так, сопровождающего рода войск, когда просто, ну, так сказать, садники скакали, они имеют, значит, стремянные пятками били лошадей по бокам, они не могли ни рубиться, сказать, ни использовать копье в своих сражениях, превращается в подвижную мобильную силу, мобильную силу, потому что всадники теперь могут иметь боевое копье, они могут стрелять из седла, значит, на полном скаку и могут пользоваться, так называемыми саблями или мечами, которыми рубят сверху пехоту. И это все делает объяснимым, почему столь успешны были последующие все атаки кочевых народов на народы-оседлые, потому что выставить против такой кавалерии, не умея это делать, не имея такого опыта, было невозможно. И вот Византия сталкивается, значит, в VI веке с народом жужжений, а в VII веке, соответственно, весь, вся Малая Азия и Северная Африка, и потом Испания, и Франция сталкиваются с такими же, значит, народами, которые обладают умением использовать стремя и кавалерийскую атаку, это арабы, которые появляются, так сказать, на европейской уже арене. Но пока что мы говорим про Аваров. Так вот, Аваров все-таки таким образом становится господствующим племенем в районе Венгрии, значит, современной там Чехии, Дуная, где уже жили, где уже жили наши предки. Вот мы видим на карте, значит, аварский гагонат, да, вот он здесь обозначен. Собственно говоря, его основные жители это славяне. И аварцы понимают, насколько славяне хорошие воины и заключается с ними такой, скажем так, практически союз. Они превращают славян в свою пехоту, который успешно, значит, сражается с, в первую очередь, с византийскими, значит, войсками. Ведь в случае, если славянская пехота побеждает, а варская конница наносила последний удар и захватывала все военные, скажем так, трофеи и добычи. Но при этом аварцы оставили в нашей славянской памяти очень нехорошую по себе нехороший шлейф. В нашем, так скажем, языке они называются обрами. Может быть, вы слышали это слово. Есть такие, значит, поговорки даже там про оборов. Дело в том, что они очень активно использовали славянских женщин и славянских рабов, женщин как наложниц, имели их по три, по четыре женщины в каждой семье. И авары были, скажем так, вот теми первыми завевателями, которые установили реально очень жестокое иго над славянами. Если потом сравнивать его с татаро-монгольским игом, то это даже близко к тому не стояло. То есть, в общем, ясно, что тогда у славян не было своей государственности, да, и защитить их было некому. Но при этом, в общем, вот это вот, скажем так, насилие, регулярное изъятие детей и жены из сиреней домов, плюс, значит, мужчины все имели воинскую повинность, исполняли, значит, привело к тому, что славяне начали очень активно сбегать земель, заселенных, значит, товарцами. И тут происходит разделение славян на три больших потока. Значит, на юг прорываются будущие южные славяне, это, соответственно, сербы и хорваты. При этом часть хорватов, которая не пошла на юг, это белые хорваты, они остались жить в горах Карпатах. Дальше часть славян, опять-таки, от аварцев убегает на север, и таким образом создаются западные славяне, которые, значит, жили на территории, так сказать, восточной Германии, современной Польши, и большое количество славян направляется в сторону, значит, Киева, в сторону будущей киевской Руси. Таким образом, именно в это время, значит, оттесненную территорию Польши славяне сформируют на территории будущей Руси племена Полян, Древлян, Вядячий, Кривичий на севере эльменских славян и других. Тем не менее, были полезные вещи, действительно, славяне научились активно пользоваться с племенами, но еще очень важная вещь, то, что аварцы были первыми народами кочевыми, которые научили европейцев использовать конный упряж. До этого упряжи конных как таковой не было, такой, который позволял бы, допустим, использовать лошадь для пахотных работ или там для рыцарских поединков будущих. И если мы посмотрим миниатюры, например, Франции там 15-16 веков, то увидим, что французский крестьянин пашет, как правило, на валах, на которые наложено сверху ярмо. Славяне в это время уже начинают распахивать землю сахой с железным сожником, которую тянет на себе лошадь. А по подсчетам опять-таки современных историков, это примерно в два раза более мощные тягловые силы. Таким образом, использование железа и мощные тягловые силы опять-таки позволяет нашим предкам, которые были изгнаны из плодородных равнин Дуная в более сложные климатические условия, лесистые Днепра и Карпат и так далее, распахивать более трудные земли, поднимать залежи, поднимать целину и распахивать те земли, которые они добывали огнем после того, как выжигали подсечно-огневым земледелием на себе новые земли для ведения сельского хозяйства. Опять-таки, последний удар по аварскому гагонату Дуная был нанесен войсками императора Карла Великого в 796 году, это конец 8 века. И после этого удара начинается очень мощная миграция уходящих уже на этот раз от франков славян на восток. И это подтверждается большим количеством археологических памятников. И среди вот этих славянских переселенцев из Дуная было огромное количество людей, которые были, скажем так, приучены к цивилизации, потому что аварский гагонат был все-таки мощным государством, имел большую торговлю, там были и мощные ремесла, и было достаточно большое количество уже христианского населения. И самое главное, что все эти славяне, они все говорили на одном диалекте. И вот, соответственно, у историков это долго вызывало удивление, почему, собственно говоря, так мало было разных диалектов среди большого количества славянских времен, которые жили на территории Древней Киевской Руси. Вот это активное вторжение, скажем так, передвижение на земли, так сказать, славян из зоны Венгрии и Дуная с единым общим диалектом, в общем, по большому счету, помогает славянам сохранить надолго единый общий язык, который, в общем, можно, наверное, уже отчасти называть тем, что мы имеем как церковно-славянский язык в будущем. Именно в это время, кстати говоря, начинают создавать свою славянскую грамоту Кирилл Мефодий. И, по-видимому, вот именно такой всплеск миграционный прихода дунайских славян в сторону Днепра, в сторону будущего Киева, создает, возможно, вот тут дальше мы будем, как бы, говорить уже некими такими догадками. Первое, известное нам документально, государство на территории Киевской Руси. Значит, есть, значит, да, и надо сказать, что, соответственно, главой аварского каганата был каган. И для жителей этого региона, для славян в том числе, именно титул кагана, то, по сути говоря, к правителям императора был наиболее близким. Дальше очень интересный момент. Значит, об этом нам сообщает франкская летопись, которая называется «Бертинские аналы». В самом деле, в 839 году, в 839 год, за 23 года до официального приглашения Рюрика, соответственно, княжить на север Руси, к франкскому императору Людовику I Благочестивому приходят послы в составе делегации византийского императора от народа Рос. И сообщают императору о том, что у них есть правитель, которого они именуют каганом. И, скорее всего, титул кагана переняли тогда эти самые Русы от известного им Аварского каганата, а не от Хазарии, которая находилась гораздо более восточной, с которой они, соответственно, никаким образом не сталкивались. И когда возникает вопрос, почему же они говорят о народе Рос, а не Рус, то здесь опять-таки есть объяснение тому, что перевод шел через греческих переводчиков, а они традиционно всегда русское У заменяли на греческое О. И это тоже историки считают доказанным фактом. И впоследствии мы знаем, что каганами именовались в том числе великие русские правители. И князь Владимир Святой назывался каганом, и князь Ярослав Мудрый назывался каганом, по крайней мере, входил в его титулование. Но при этом сами послы, которые говорили от народа Рос, были, скорее всего, шведами и точно были варягами. То есть вот такая у нас получается история, что приходят некие шведы от византийского императора, значит, и говорят от императора Феофила, и говорят, значит, соответственно, Ледойку Благочестивому, что у них есть некая страна Рос в районе, так сказать, современного Киева, вот, и просят, более того, их помочь им через Баварии туда вернуться, потому что вернуться через Византию они не могут, идут, потому что дорога из Константинополя к ним очень опасна, и на пути встречаются, значит, всякие дикие необузданные кочевники. Ну и, соответственно, император, значит, Ледойку принял сначала за шпионов, потом, значит, убедился, что они добрые и честные послы, подтвердил их неприкосновенность и отправил, соответственно, кружным путем к себе вот в эту самую страну русов на Днепре. Ну, в общем, это единственное упоминание о русском государстве до, скажем так, до Рюрика, но, тем не менее, вот оно как бы не имеет места быть. Что же происходит вот в это время, скажем так, в Срединноморье? В 630 году начинается арабское нашествие, которое, начавшись в Малой Азии, завершается во Франции. Только, значит, в битве при Пуатье французский мажордом Карл Мартел смог разбить и остановить арабов, иначе они захватили бы всю Европу вплоть до Великобритании. Что это означало? Что арабы становятся хозяевами всего Средиземного моря. А вся цивилизация того времени строилась вокруг Римской империи, неважно, что она уже находилась не в Риме, в Константинополе, и она в основном строилась на морской торговле. То есть все эти страны, Египет, бывший Карфаген, Испания, все эти провинции Римской империи, они все активно развивались, торговали, существовали. Африка, например, была не Сахарой, а была житницей, там процветала из-за хорошего климата, была житницей всей Европы, там выросла прекрасная пшеница. Климаты и условия были совершенно другие. И тут получается так, что арабы хвастаются уже в VII веке, что никто щепку из христиан не может спустить в Средиземное море. То есть умирает вся торговля. А в это время как раз у нас наступает в средних веках каролинское возрождение. То есть Карл Великий создает собственную империю, это огромное государство, которое, соответственно, подчиняясь номинально сначала римскому кесарю в Константинополе, потом добивается от папы римского признания Западной Римской империи. Карл Великий коронуется, соответственно, императором. И, в общем-то, активно начинают развиваться ремесла, торговля. А главного пути в ту же самую Византию, пути в Персию его не существует. И тогда происходит величайшее, собственно говоря, для нашей с вами страны открытие, что, оказывается, можно приплыть из Парижа или из будущей Голландии, или из Центральной Европы в Византию или в Каспийское море к Персам через будущие русские земли. То есть, каким-то образом получается так, что есть северный народ, варяги, которые как раз в это время называются на Западе викинги или норманы, начинают очень активно проводить свою собственную экспансию. Они открывают путь через Балтийское море, через реки, через Волоки до Черного и до Каспийского моря, через Волгу, и некоторые францкие ученые в то время вообще считали, что между Балтийским морем и Черным в районе Древней Руси есть пролив, по которому ходят постоянно какие-то вот эти вот самые суда. Настолько судоходство было активно. Здесь мы опять с вами вспомним вот этот вот файл, который я вам показывал. Уже вот мы подошли к этому зелененькому времени, у нас уже 800-900 год. Очень тепло, и мы должны понимать, что половодье в наших реках было на 15-20 процентов, уровень воды был выше, чем сейчас. А в связи с тем, что было очень тепло, реки вскрывались опять-таки примерно на месяц-полтора раньше. То есть период навигации был очень длинным. И это позволяет, соответственно, развиваться вот этой самой речной торговли, она становится настолько интенсивной, как раньше была торговля морская. И вот мы видим, что наступает коротковременный период потепления в 8-13 веках, средневековый климатический оптимум, и всем становится жить очень хорошо. А потом, в 14-19 веках, наступает малоледниковый период. Самым страшным временем в России был вот время 1601-1603 год при Борисе Годунове, когда летом лежал снег и не было три года подряд урожая. Был страшный голод, который в итоге привел к возникновению в России смутных времен, по сути говоря, нашей первой большой революции, восстание Болотникова и смене династии на Серюриковича, на Романовых. И вот франки начинают активно торговать с Востоком через путь из Варяг-Греки. Это как раз примерно 8-9 века. И в это время создается Великий Серебряный Путь, который проходит через Прибалтику, через Ладогу, через будущий Смоленск, через Киев. И проходит также через Волгу, через Волжскую Булгарию и через возникающие именно на этом пути Хазарский Каганат, который возник в том месте, где пересекались Северный Шелковый Путь из Китая и, соответственно, Серебряный Путь из Балтийского моря в Каспийское. И надо сказать, что, опять-таки, историкам установлено, что Каролинский динарий, то есть официальный динарий – деньга Французской империи, и арабский дирхем имели один и тот же вес – 1,7 грамма серебра. А в эту эпоху равный вес монет был важнейшей предпосылкой к удобной торговле. То есть, по сути говоря, это был первый монетный союз. И на территории современной России находится постоянно огромное количество серебряных кладов, вот этих самых динарий и особенно дирхемов. Причем это большие очень клады, начиная примерно с 780-х годов и в течение всего дальше IX века. Надо сказать, что славяне начали получать очень большую выгоду от этой торговли, потому что, естественно, по дороге между Балтийским морем, Каспийским и Черным у них покупали их собственные продукты. Это, как мы уже говорили, мед, это воск, это меха, которые были все равно очень нужны в то время. Но и самое страшное, что, к сожалению, в это время начинает развиваться торговля славянскими и финно-угорскими рабами. И надо сказать, что вот это рабовладение и превращение части, скажем так, нашей страны в некую такую белую Африку, да, рабовладельческого периода, это, ну, как бы такой, ну, исторически известный факт, что, в общем, соплеменники отвоевывали живой товар, значит, у соседей и продавали его, соответственно, проходящими маних арабским, хазарским там или варяжским, значит, купцам, которые дальше буквально тысячами возили этих рабов на невольничьей рынке в Крым, в Итиле, это столица, значит, хазарского ганата и дальше в Персию. И, в общем-то, это, конечно, был страшный удар по нашей генетике, потому что тогда население всей Восточной Европы было примерно 30 небольших миллионов, к моменту татарского нашествия мы примерно где-то подходим к 5-6 миллионам в 13 веке. И если несколько десятков тысяч каждый год вывозилось в качестве рабов, это, конечно, было очень тяжким явлением. Вот надо сказать, что вот эта вот именно торговля рабами, как ни странно, станет одной из причин, с моей точки зрения, с точки зрения многих историков, почему Русь приняла христианство и именно принятие христианства окончательно остановило вот эту самую страшную работорговую. Сейчас мы с вами уже подошли вплотную к 9 веку, уже на Руси существует некое первое государство, и здесь хочется сказать, что мы вступаем на территорию, которую 300 лет окучивают различные российские и зарубежные историки в знаменитый спор между норманистами и антинорманистами. Наверное, вы знаете, что это такое примерно, проходили это в школе или где-то, может быть, читали об этом. Суть этого спора следующая. По дошедшему на нас списку повести временных лет, в 862 году некие северные племена, куда входили и славяне, и финн-угры, по-видимому, приглашают к себе на княжение в район Ладоги некого варяжского правителя по имени Рюрик, с которым вместе прибывают его братья Трувур и Синеус. И эти, собственно говоря, прибывшие с дружинами варяги, приносят сюда государственное начало, устройство и начинают, так сказать, править, потому что земли русской порядка нет. Наверное, опять-таки, все тоже мы в современной школе помним замечательное стихотворение Алексея Николаевича, Алексея Константиновича Толстого. История русская от Гостомысла до Тимашева. Если хотите, потом мы можем просто цитатами оттуда поговорить. Но смысл был в том, что что-то живется нам вольно, в хорошем, на Руси. — Стали все по стягу. — Да, и стали все по стягу. — Как нам будет. — Давай каждому по стягу. — Корягам пускай придут к ней жить. — Ведь нет, ты траватый, ведом, мрак и свет. Земля наша богата, порядка только нет. Поэтому романисты считали, что надо так действовать. И при императрице нашей Анне Иоанновне начинаются первые исторические исследования. И немецкие историки доказывают, что есть документ, поиск временных лет, написано, что пригласили шведов Рюрика не жить. Поэтому государственность Руси пошла от шведов. Но вместо Берона приходит к власти дочка Петра I, Елизавета Петровна, императрица веселая наша. И она говорит, слушайте, я русская женщина, мне совершенно не хочется от шведов происходить. Давайте-ка вы найдите мне доказательства, что мы все тут русские, мы славяне. И тогда подключается великий Ломоносов, который вообще к истории имел средние отношения очень. И говорит, нет, все, говорит, неправда. Он специально поднимает исторические документы, говорит, нет, это все было славянское государство, и Рюрик вообще был славянин. И начинается дальше между политикой, историками и просто непрофессионалами страшная баталия, битвы и так далее. И, в общем, длится она до позднесоветского времени. Первую лекцию 1 сентября 1988 года в Московском университете читал Борис Александрович Рыбаков, который был ярый антинорманист, но при этом он был неплохой, очень хороший историк, и он стал, наверное, отцом той теории о том, что нету безусловного доказательства ни одной, ни второй теории. Не надо быть, скажем так, святее Папы Римского, и не надо забывать, что современная Россия не только славянами создана, что ничего плохого в том, что у нас течет кровь викингов, наверное, нет, собственно говоря. Это примерно где-то веку к десятому, к одиннадцатому все варяги, которые жили на Руси, перемешались со славянами, потом все перемешались с народами там Чуть, Весим, Му, так сказать, там, финно-угорскими, и в итоге создалась та замечательная общность, которая у нас сегодня называется российский народ. Но, тем не менее, до сих пор норманисты и антинорманисты ломают между собой копию. И, наверное, уже в следующей лекции я более подробно рассмотрю, скажем так, эти моменты. А теперь еще буквально я один факт из исторической географии, моя любимая, вам скажу, который, собственно, сделал возможным и интересным… Спасибо. …освоение нашими предками этих земель. Помимо того, что мы научились использовать сбрую для коня железный плуг, как раз примерно в 8-9 веках в захоронениях славян появляются очень качественные железные орудия. Есть, соответственно, и железные мечи, но самое главное – появляются железные топоры. А железный топор – это то оружие, которое позволяет активно бороться с лесом. Надо сказать, что вся та земля, которая у нас с вами находится на наших подмосковных дачах, вы, наверное, сами знаете, она не самая плодородная. Без одобрений, без постоянного ухода она не очень хорошо уродит. И известно, что, например, к моменту, когда у нас случилась Октябрьская революция в 17-м году, вот в нашей средней полосе урожайность зерна обычного была сам 1,3,8, то есть с одного вложенного в землю зерна крестьянин не получал даже два зерна в качестве своего дохода и богатства. Создать на такой низкой кормовой базе прочное хозяйство было невозможным. Естественно, невозможно было создать на такой базе государство, потому что что такое государство? Это аппарат насилия, который обеспечивает безопасность своим участникам от какой-то внешней угрозы, при этом требуя содержания за счет внутреннего ресурса. А когда отобрать нечего, когда нет зерна, что отбирать, да? То, соответственно, как бы и государство никнуть не может. Так вот, надо сказать, что наш учитель Степан Владимирович, который у нас читал лекции, академик Милов, он написал, значит, очень крупную интересную монографию о пахаре древней Руси. И он, в общем, первый поднял вопрос о том, что, оказывается, вот это самое подсечное огневое земледелие, которое нам в школе изображали с бровной суховаткой, когда какая-то, значит, там, мужичок тянет за собой какую-то корягу, да, это все, в общем, было не соответствовало истине. Мы действительно знаем, что, начиная с IX века, значит, славяне, которые осваивали берега рек, выжигали там леса, пахали землю, как я вам сказал, рубили деревья железным топором, пахали землю на лошадях железным сахой, но самое главное, что вот этот, скажем, эта почва после выжженного леса в течение двух-трех лет приносила урожай сам сто, в сто раз больше. То есть, в Европе уже тогда было хорошее земледелие, более качественной почвы, умели использовать животный навоз, урожай был сам восемь, сам десять. На этом сам восемь, сам десять выросла империя королингов и вырос феодализм, вот тут выросла вся система феодальных отношений, значит, крестьянин, в платящий подать и оброк, дальше там барон, дворянин, барон, граф, там, герцог, там, король и так далее. У нас было все по-другому. Три года шикарный урожай, потом дальше сам десять еще пару лет, после этого надо было уезжать с этого места, оно было полностью выработано, поэтому русские крестьяне постоянно шли и шли дальше и дальше на север, в четырнадцатом веку они дошли до Вологда и до Печоры, на самый север. Опять-таки подчеркиваю, что это был все еще климатический оптимум, до 1400 года на земле тепло и поэтому, значит, дальше те места, которые они были вырублены, через десять лет зарастали снова, значит, всяким кустарником, там, лесом, назывались уже перелогами, их снова можно было вырубать, выжигать. Таким образом, одна крестьянская деревня могла в пределах, не знаю, ста километров путешествовать по округе в течение, там, ста лет, допустим, да, там, или там, пятидесяти лет. Из-за этого не было таких вот шикарных там домов, как в Западной Европе у наших крестьян, потому что дома оставались на пять-шесть лет, не более того, в них клали каменную печь, но дальше все, соответственно, после этого разбиралось, переносилось на новое место. Поэтому надо понимать, что мы выросли за счет того, что мы люди леса, мы люди воды, мы научились использовать железо, мы научились правильно сжигать лес, правильно сжигать деревья. И вот это сочетание потрясающих, но очень краткосрочных урожаев, использование ржи, использование, соответственно, воды и как бы рек в качестве главного живительного составляющего, главных артерий, скажем так, жизни древних славян, это все было основой того, что позволит создать уникальное государство, которое больше в Европе нигде не было. В итоге, буквально через 200 лет посещающие Русь торговцы, идущие по пути варя в греки, будут называть нашу страну Гордарикой, страной городов, а в 9 веке у нас никаких городов еще нет. Нет ни Новгорода, ни Киева, кстати говоря, Рюрика призывали не в Новгород, Новгород, по археологическим данным, был основан только спустя 60 лет, после того, как Рюрика призывали на территорию нашей страны примерно в 1930 году. Ну, извините, я, наверное, на этом сейчас закончу, так что вас больше не мучайте, уже у нас пошло час десять. Следующая лекция будет как раз посвящена первым варяжским князьям, вопросу о реальном происхождении Рюрика, вообще реальность его как такового, но я все-таки чуть-чуть не дошел, но буквально пару слов скажу. У нас Рюрик правит до 879 года, потом он исчезает с наших исторических радаров и оставляет править вместо себя своего малолетнего сына князя Игоря. С ним тоже не все понятно, потому что там получается, что он жил какое-то огромное количество лет, прежде чем родил своего следующего, своего первого сына, значит, Святослава. Но, тем не менее, допустим, считаем, что это вот 879 год и оставляет править своего дружинника или какой-то дружины или, возможно, родственника своей супруги Олега, того самого Олега, который под именем князь Олег Вещий войдет в историю Руси, и он действительно, абсолютно реальный исторический персонаж в отличие от Люрика, потому что он действительно, хоть и не прибивал, но фактически прибил щит на врата Стреграда в 1907 году, он там реально был и подписал первый договор торговый между, собственно говоря, Древней Русью и Константинополем. И вот в завершение я бы хотел подать вам такую маленькую песенку. ПЕСНЯ Бежит, лежит, лежит, так за царя, за родину, за веру, мы глянем громкое «Ура, ура, ура!» Так за царя, за родину, за веру Мы грянем громкое, ура, ура, ура! Из темного леса навстречу ему Идет долгновенный куртесник, Покорный в Перуну, скорик одному, Забеток грядущего песни, Так громче музыка, играй, играй, победу! Мы победили, и враг, и враг, бежи, бежи, бежи! Так за царя, за родину, за веру Мы грянем громкое, ура, ура, ура! Так за царя, за родину, за веру Мы грянем громкое, ура, ура, ура! Прошу это не воспринимать как монархическую пропаганду, это просто дань уважения, с одной стороны, к Александру Сергеевичу Пушкину, к его замечательному «Вещему Олегу», который мы все проходили с вами, учили на язык в школе, к замечательной совершенно пьесе и замечательному роману Михаила Афанасьевича Булгакова «Нит Рубиных» и «Белая гвардия». Я думал оттуда взять кусочек, но решил лучше взять исполнение казачьего хора, оно такое было более живое. Я постараюсь, чтобы у нас каждая лекция заканчивалась каким-то таким интерактивным, может быть, неким событием, чтобы как-то оживлять голос лектора. Но вот, собственно говоря, эта песня, она показывает, что нет прерывания исторической традиции между нами сегодня, потому что мы все ее знаем, между Пушкиным, между Булгаковым, между Белой гвардией, между нашими царями и князьями, которые знали, что они происходят от Рюрика, от Олега, от Игоря, и что вот это все единство идет все эти 1100 лет, которые существует наша, скажем так, русская земля, и даже больше, чем уже 1100 лет. Мы потом еще как-нибудь отдельно поизучаем памятник Тысячелетия России, который поставлен в Новгород с персонажами, которые там есть, и с персонажами, которых там нет. Потому что там есть один великий русский царь, которого там нет. Все, на этом спасибо большое. Я очень рад, что вы пришли. Извините, если было скучно. Спасибо.